Здравствуйте! Вы находитесь в музее Лицея номер 8. Наша выставка посвящена директором школы и называется она «Не время делать людей, а люди время». Наша школа была основана в 1918 году и располагалась она на площади Мина, перед вами фотографии нашей школы. А на этом стенде вы увидите первых директоров школы – Миловидов, Зимин, Горчаков, Шатрова. В 1918 году директором школы был назначен Миловидов Иван Викторович. Он проработал в школе до 1924 года. В 1927 году директором школы становится Зимин Александр Алексеевич. В эти годы в Нижнем Городе была проведена реформа. Школа стала смешанной. При Зимине был создан ученический комитет, который наравне с учителями участвовал в решении школьных вопросов. Перед вами фотография ученического комитета, который во главе с директором школы Зимины. Педагогический коллектив был хорошо подобран директором. Школа имела педагогический уклон. В школе работали преподаватели с педагогического университета, такие как Комаров, Чеботарев, а также методисты Ультюхин и Ломакин. В 1927 году директором школы становится Александр Павлович Горчаков, учитель обществоведения, заслуженный учитель РСФСР. При нем была хорошо последняя методическая работа. Почти все учителя должны были написать доклад по педагогическим темам на школьных советах. Также широко была последняя общественная работа. Организованная сообщество двух детей оказывала материальную помощь учащимся и проводила беседы на тему воспитания среди родителей учащихся. При Горчакове работали такие учителя, как Крулев, Николай Николаевич, литератор, заслуженный учитель РСФСР, Порошина, химик, Цимбалов, математик, Веселовская, учитель пения, Шатрова, Истоль и многие другие. В 1929 году был создан школьный театр под руководством Крулева. Перед вами фотографии одного из первых школьных спектаклей «Невольничий корабль». В 1930 году Анастасия Максимовна Шатрова становится директором школы номер 8. Она проработала в школе до 1945 года. Она обладала даром руководителя, сочетая высокую требовательность с породительной заботой об учащихся, уважением к личности школьника. Характерным примером является случай, который произошел с одним учеником из нашей школы, Сыркиным Павлом. У него я расслабил родителей, и комитет комсомола поставил вопрос об исключении Сыркина из комсомола. Но Анастасия Максимовна встала на защиту его, заявив, что мы не отдадим на порыгание гордой школы, и в этом меня поддерживают все комсомольцы и вся школа. В 1939 году Сыркин Павел с отличием закончил 10 классов, поступил в политехнический институт, а в 1941 году был признан в армии, сражался с фашистами, вывозил детей по дороге жизни. В настоящее время работает в МГТУ, кандидат технических наук, профессор. В 1932 по 1933 годах школа Штилетки становится десятилеткой. При Анастасии Максима Шатровой школа тесно сотрудничает с фабрикой Шипрома номер один. Фабрика материально помогает школе, организовывает экскурсии в Ленинград и в Москву. Школьники проводят концерты вечера на фабрике. Перед вами почетная грамота, выданная Шипрому за активное участие на детской олимпиаде. Учителя борются с неграмотцем в заводах. Перед вами фотография открытого урока, проведенной учительницей Куминой для работников Шипрома. В 1934 год был особенно богат по художественному воспитанию учащихся. Продолжает работать школьный театр. В 1936 году школа сделала первый выпуск десятилетки, а до 1941 года школа сделала семь выпусков. В 1936 году Анастасия Максимовна Шатрова получила почетную грамоту от края сполкома. Ее имя было внесено в Краевую книгу почета, а школа за хорошую постановку учебной и воспитательной работы была награждена переходящим красным знамением, которое впоследствии было оставлено на вечное хранение в школе. Дети очень любили Анастасию Максимовну, а выпускник десятого класса Илья Бриль посвятила стихотворению. Сколько ты сил отдала нашей юности, сколько вложила труда. Ты научила нас жить, твои мудрости благодарны всегда. После Анастасии Максимовны Шатрова в 1946 году, придя с фронта, директором школы стал Федоровский Лениамин Яволампович. Как и ранее, педагогический коллектив был высокопрофессионален, и ученики тех лет имели столь высокие знания, что могли поступить в самые престижные и устроенные. При ней возрождается работа школьного театра. В спектаклях участвуют ученики с первого по десятый классы. На них могут приходить как и желающие, так и родители. Ставятся такие спектакли, как «Всегда живые», «Отверженные», «Мертвые души», «Детские годы Лермонтова» и другие. На этой фотографии изображен Юрий Атрианов. В спектаклях «Всегда живые» – будущий нижегородский известный поэт. А это его произведение. Все годы наша школа славилась не только как театральная, но и как спортивная. Наши ребята занимали первые места по шахматам, шашкам, волейболу, баскетболу, футболу и плаванию. Также по гимнастике. Тренером команды была Репина Наталья Сергеевна, учитель физкультуры и мастер спорта СССР по гимнастике. В 60-е годы на берегу реки Узова располагался лагерь труда и отдыха под руководством Александра Петровича Аркадьева. За годы работы Анна Георгиевна была награждена значком Отличного народного просвещения и медалью к столетию Владимира Ильича Ленина. В 1964 году Елизавета Федоровна уходит на пенсию. И директором школы становится Смиренская Анна Георгиевна. В 1977 году директором школы номер 8 становится Горохов Александр Михайлович. Александр Михайлович закончил Арзамасский педагогический институт по специальности учителя физики и математики. С 1946 года он работал директором школы в Вадском районе Горковской области. В 1977 году его взяли на должность директора школы номер 8. Он был очень квалифицированным учителем физики и математики и опытным руководителем. При нем коллектив учителей творчески работал над вопросами методических наваз. Придавая большое значение кабинетной системе обучения, он много сил вложил в оборудование учебных кабинетов. Большое внимание уделял использованию технических средств. В 1984 году были открыты и успешно работали классы шестередов. Перед вами фотографии первых учителей, которые вели эти классы. Здесь Стефеева Валентина Ивановна, Стрежнева Наталья Геннадьевна и Абаляева Елена Вячеслава. В 1980 году был открыт музей памяти павших. Александр Михайлович вел большую просветительскую работу в обществе знания. По своей работе он был награжден значком отличника народного просвещения, тремя трудовыми медалями и многими другими грамотами. В 1983 году Александр Михайлович уходит на пенсию. С 1983 по 1998 в течение 15 лет нашей школой руководила Альбина Никифоровна Бахри. Она продолжала традиции школы, проявила себя умелым организатором учительского и ученического коллективов. Она обращала большое внимание на совершенствование учебно-методического процесса, поставив его на значительно более высокий научный уровень. В 1980-х годах была принята реформа объединения учебного процесса с производством. Она притворялась и в нашей школе. Ребята выполняли заказы завода Оргсинтез, посещали производственное объединение «Весна», а также встречались с учащимися ПТУ. Здесь вы видите фотографии с уроков труда. При Альбине Никифоровне в 1998 году был открыт музей истории школы. Имея большой опыт, Альбина Никифоровна также прекрасно решала вопросы вне классной и не школьной работы. Проявила много инициативы и энергии в создании и оборудовании кабинетов, актовых залов, в том числе и в создании школьного музея. Под ее руководством началось тесное сотрудничество с Медицинской академией. И был определен профиль школы. Велика заслуга Альбины Никифоровны также и в присвоении школы статуса лицея. Она была награждена значком отличника народного просвещения, медалью «Ветеран труда» и многими грамотами. Она была аттестована как руководитель высшей категории. Все свои силы, всю энергию Альбина Никифоровна отдала любимой восьмой школе. Она не просто приходила сюда как на работу. Она жила здесь. Тут были все ее интересы. Друзья, дети, знакомые. В лицее, созданном ею, жизнь продолжается. И только нет ее, Бахарева Альбина Никифоровна. Но мы будем помнить о ней. 1998 год стал знаменателем для нашей школы. В этом году школа прошла аттестацию и получила статус лицея. В этом же году директором стала Ярцео Ирина Николаевна. И именно она начала сотрудничество в лицее с Нижегородской медицинской академией и Нижегородским государственным техническим университетом. В 2000 году была создана Малая Школьная Академия. Добровольное творческое объединение лицеистов, стремяющихся развивать свои интеллектуальные и творческие способности, участвовать в Олимпиадах и НО. Малая Школьная Академия включает в себя такие творческие организации, как Эрудит, Творец, Эврика, Дискаври, Израильский центр лицея, театр имени Хрулева. Дважды лицея номер 8 становилась победителем приоритетного проекта образования в 2007 и 2008 годах. Дважды становилась лауреатом премии Нижнего Новгорода. Ирина Николаевна также дважды стала лауреатом премии Нижнего Новгорода в 2002 и 2004 годах. Успешно функционирует и музей истории школы, который дважды за последние 10 лет становился победителем областного осмотра школьных музеев, неоднократным победителем городских и районных конкурсов и дважды лауреатом всероссийских смотров. При Ирине Николаевне возобновилась и поисковая работа, а в 2010 году была изнана книга памяти, посвященная выпускникам погибших в годы Великой Отечественной войны. За свою успешную деятельность Ирина Николаевна получила немалую наград. Среди них грамоты за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и эффективное руководство. Старшая вожатая нашего лица Вихарева Алена написала отзывы Ирине Николаевне и, с вашего позволения, зачитала небольшую выдержку. Ирина Николаевна для меня образец учителя, руководителя и женщины. Для детей она добрый и мудрый наставник, стоящий на страже их интересов. А выпускница нашей школы Удалова написала вот такой портрет Ирины Николаевны. Ирина Николаевна также является очень творческой личностью. Она прекрасно играет на фортепиано, гитаре, является исполнителем авторской и бардовской песни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok